Тверское предприятие «Коралл» выходит на новый уровень развития, начиная с сотрудничества с французскими партнерами. Соответствующие переговоры прошли во вторник в региональном правительстве. За общением наблюдала и наша съемочная группа. Все подробности у Романа Быкова. О, «Коралл» — один из крупнейших производителей свинины в России. За минувший год им реализовано 54,5 тысячи тонн товарной продукции. За 8 лет работы в Верхней Волжье компания построила самые современные мощности полного цикла. В результате в данном сегменте животноводства доля предприятия по Тверской области составила 41%. Компания «Коралл» лично Алексей Сергеевич Смирнов является очень надежным, системным и статистическим инвестором нашего региона. Работает также в других субъектах Российской Федерации. У него несколько проектов, но Тверская область, я думаю, он уже это рассказывал, является неважной. 12 ноября в правительстве Тверской области губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководством компании «Коралл», а также с потенциальными инвесторами — представителем французской компании «Коопераль Арк Атлантик Групп». Это крупнейшее сельхозпредприятие Европы, где ежегодно выращивается более 5,5 миллионов голов свиней. Продукция поставляется в 50 стран мира. Но тверских производителей впечатлили не только масштабы. Первое, что меня как инженера заинтересовало, это, конечно, вопрос экологии, как ни странно. Я много читал, много где интересовался этим вопросом, но в реале, где это реализовано, работа с органикой, как это устроено, я увидел первый раз вживую в этой компании. Прежде чем приступить к переговорам, представители «Коопераль Арк Атлантик Групп» также посетили животноуческие комплексы «Коралла». Французские гости тоже отметили высокий уровень производства и биобезопасность тверского предприятия. Мы были действительно приятно удивлены теми инвестициями и тем, как они были реализованы именно здесь, в его компании. Мы также думаем, что у нас есть хороший потенциал для работы, в том числе с генетикой. Инвестиционный проект, который обсуждался, направлен на создание высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов, селекционно-генетического центра. Выход на проектную мощность ожидается в 2023 году. Общая сумма инвестиций составит 30 миллиардов рублей. Наши французские коллеги являются компанией, которая занимается в том числе и селекцией, генетикой сельскохозяйственных животных. Это уже говорит о том, что это в сельском хозяйстве считается самым топовым уровнем направления развития и инвестиций в агропромышленный сектор. Кроме того, правительство Тверской области подтвердило намерения по развитию инфраструктуры, вопросом, связанным с газом и электроснабжением. Также региональные власти готовы рассмотреть и другие комплексные мероприятия по реализации этого проекта, в том числе субсидированию затрат, страхованию, финансовой и административной поддержке, сказал губернатор Игорь Руденя.